Здравствуйте, друзья! С вами Саша Юлин. И сегодня мы пытаемся с вами почистить самую трудную для чистки вещь. Это форма для запекания, стеклянная форма для запекания. Ну, я скажу прямо. Мало кто в хозяйстве такие вещи чистит. То есть это практически невозможно. Ну, может быть дно, стенки, еще как-то. Торцы вот эти, которые по периметру идут, ручки сверху, снизу, очень сложно, но как-то возможно. А вот эти места сбоку, значит, не с ручки, вот с краю, эти вещи чистить, ну, мало кому удавалось за всю историю чисток кухонной утвари. Мы с вами попробуем сегодня пройти этот путь. Итак, для начала, вот такую вещь в магазине для данной чистки не покупайте. Дело в том, что, когда мы используем фибру, приклеенную к обычному поролону, усилие от пальцев у нас не передается конкретно месту загрязнения, а перераспределяется на всю поверхность, вот эту вот большую. Соответственно, конкретное место загрязнения не получает достаточного, как бы, внимания, достаточного усилия. И, соответственно, эта штука неэффективна. Покупаем вот такую вот вещь. Это уже видавшие виды, просто фибра абразивная, так называемая, бывает разных цветов. Смотрите, вот большие поверхности плоские мы чистим вот этой штукой. То, что удается. Стеночки снаружи внутри и дно снаружи внутри мы чистим. После этого остаются места, которые мы не смогли вот этой штукой взять. Тогда мы берем следующее, скажем так, устройство. Это пробка от шампанского, опять же, вместе с фиброй. Мы вот так вот оборачиваем. И, первое, дочищаем там, где мы не смогли вот эти вот дочистить большие поверхности, там, где наиболее серьезное загрязнение. Дальше мы чистим вот эти вот торцы наших с вами формы. Здесь вот верх ручек, низ ручек пытаемся чистить. Вот. И видим, что у нас остается еще вот эта вот канавка, которая находится вот близко к краю. Вот здесь вот она идет по всему периметру в канавке. Вот это вот, смотрите, вот это загрязнение именно в канавке. Вот. И, соответственно, вот эти вот части, край ручки, где ручка переходит в форму, и вот эти в основном места, где закругление. Сюда достать мы уже пробкой не можем. И тогда нам на помощь приходит, чтобы вы думали, вот такой вот карандаш. Карандаш, абсолютно любой карандаш. Если он заточен, мы используем ту часть, которая не заточена. Смотрите, вот таким вот образом мы край карандаша обворачиваем нашей с вами фиброй и начинаем. Значит, вот эту вот канавочку, ну, смотрите, например, вот, у меня практически эта форма уже почищена, но вот я оставил вот это вот такое место. Смотрите, вот загрязнение. Оно ничем не берется. Смотрите, три движения. И это вот место, смотрите, абсолютно чистое. Причем, что это канавка. Она где-то миллиметр, вам, может быть, не видно, но она идет вот так вот по кругу, и она где-то миллиметр глубиной. Ничем другим до нее достать невозможно. И вот эти вот места. Вот на повороте, вот, например. Вот очень труднодоступное место. Смотрите, мы берем. Три движения. И, соответственно, все это вычищается. Итак, задача выполнена. Для чистки вот такой вот формы нужно около получаса. Ну, она будет практически в идеальном состоянии. Итак, задача решена. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если очень понравилось, подписывайтесь. На моем канале бывает очень много интересных вещей. С вами был Саша Юлин. До свидания. До новых встреч.